Музыкант, поэт, исполнитель. Я бы еще добавила легенда, икона. В общем, эпитетов может быть очень много, но давайте уже его встречать. Это Сергей Кабанов. Заходите. Обучение своих детей там-то и там-то, ну, содержание прекрасных женщин и так далее. Ну, как правило, это не туда. Это сейчас под требования, наверное, со стороны зрителей и слушателей немножко возросли, планка сильно поднялась. И все хотят видеть картинку такую, какую-нибудь, там, включая телевизор, там, или ютюб. Искушен, а назовите. Курма тоже у них полезная, я люблю этот. Оно хорошо и для женского здоровья, и для желудка. Это все очень полезно. Так вот, сегодня, 24 ноября, почти 200 лет назад, родился Карло Колоди. Автор книжки про Бойкова мальчишку. Всем привет! В эфире программа «Есть Тодэ». Меня зовут Ирина Мигунова. И, как всегда, этот день вместе с нами встречает наш надежный друг и партнер, группа предприятий «Янта». Группа предприятий «Янта» – полезные продукты для всей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой «Янта» есть вкусно. Друзья, мы желаем вам отличного настроения. Мы – это Евгений Михайлов. Ирина Мигунова. Приветствуем. Доброе утро всем. Мы рады, что вы вместе с нами сегодня. И, как всегда, мы начинаем наше утро с чая. Чая, да, чая, который у нас, вот есть еще мед от нашего партнера. Уже почти доели, но это первая баночка. У нас еще есть цветочный, у нас есть еще гречишный. Ну, раз ты его взяла, давай ты мед и накладывай. Давай, давай, давай. Добавим немножечко, потому что сахар мы не используем у нас здесь, да? У нас здесь все соблюдается правилами здорового образа жизни, особенно вот перечень продуктов, которые я вижу здесь уже, которые мы будем готовить. В продукты колбаски, я вот один шажочек покажу. У нас здесь охотничьи колбаски, сосисочки, ну, просто потому что я решила, что можно и так, и так сделать что? Мини-пиццы. Жень, сегодня будет мини-пицца. Как это неожиданно. Слоеное тесто, я обожаю с него готовить. Опять слоеное тесто, да. Друзья, на самом деле, я уже не перед эфиром спрашиваю, что сегодня придо готовить, а так он полюбил мою выпечку слоеного теста, а что? Конечно, Ира, ты что? Будем кушать, будем использовать продукты Янта и остальные продукты, которые нам предоставил торговый комплекс «Центральный». Хочу новостей, Женя, от тебя природных поскорее. Ну, а сначала давайте посмотрим, друзья, наши городские новости. Корреспонденты, редакции постарались и выбрали для вас самое интересное. Друзья, мы приветствуем всех, кто к нам сейчас присоединился. Это были новости. Новости нашего города, а мы сейчас плавно перейдем к новостям природы. Кстати, эта новость тоже будет связана с городом. Уссурист когда-то называли самым зеленым городом. Было такое, причем в стране. Да, а знаешь вообще за счет чего? Какие деревья были основными, которые были в процессе озеленения? Я так предполагаю, что это такие деревья, которые обеспечивают громадные шапки, очень много листьев, у них крон, и это угадает тополя. Конечно, конечно. Причем, что самое интересное, тополя были не местные, они были завезены откуда-то из Америки. Тополь черный, вот это вот самое распространенное дерево. Но почему, вот самое интересное, оказывается, что тополь у нас является чемпионом по очистке воздуха. По сравнению с другими породами деревьев, в 7 раз больше и эффективнее он очищает воздух. Я тоже знаю про тополя. Между прочим, много чего, друзья. Первое. Кроме очистки воздуха и огромной зеленой массы, тополь чемпион по всасыванию влаги. Поэтому все болотистые места у Суриска засаживались тополями, особенно Междуречья. Но при этом, обрати внимание, не пирамидальный, а вот широкая такая крона. Потому что в России, во многих городах, я обращала внимание, что центральные улицы обрамлены аллеями спирамидальных тополей. Они у нас сейчас есть на Междуречи, в парке Кузьминчука. Красивые, шикарные, для ландшафтного дизайна идеально. Но у нас были другие. При этом пух, тополинный пух, от которого задыхался просто город и все Приморье, мне кажется. Но тем не менее, у Суриск был как-то ассоциацией именно вызывал, в том числе и с тополями. Кстати, это небольшая отсылка к нашему сегодняшнему гостю, который имеет к этому... Да? Про тополя или про пух? Непосредственно, нет, про тополя и про луссурист, да. Но об этом мы узнаем чуть позже. У нас сегодня изумительный гость. Мы его очень долго звали, ждали. Он наконец-то соизволил, и мы так рады будем ему сегодня. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Про тополя еще кое-что скажу. Почему было много пуха? Ты знал, что есть тополя девочки и тополя мальчики? Да. И именно тополя девочки дают много пуха. Со временем ученые научились еще на моменте разведения в питомниках определять заранее. И теперь все нормальные люди высаживают тополя. Мальчики, у нас появляются огромные деревья, украшаются города и отсутствует пух. А ты знаешь еще о том, что если мальчика неправильно обрезать, именно у тополей, он становится девочкой, да. Вот у них есть такая способность перемене пола автоматически после стресса. Очень много интересного в нашей программе каждое утро. А сейчас смотрим зарядку и разминаемся вместе с нашим ведущим. Всех приветствую. Меня зовут Чемаев Александр. Я являюсь мастером спорта по смешанному боевому недоборству. Сегодня мы поработаем с резиной, укрепим плечи. Давайте начнем. Берем резину. Она есть в любом магазине. Такую легкую. Сильно тяжелую не надо брать. За спину надеваем ее. И пошла у нас работа вверх. Легко. Не торопимся никуда. Ноги на ширине плеч. Следующее упражнение у нас будет Ноги пошире плеч. И поднимаем вверх спокойненько. Не торопимся никуда. Опускаем немножко до пояса и вверх. Также можно это упражнение делать в стороны. Самое главное здесь не торопиться. На каждую сторону по 10 раз. Следующее. Ладошки вверх. И то же самое мы спокойненько поднимаем вверх. Очень хорошо прорабатываются наши плечи. Хороший разогрев идет. На этом все. Занимайтесь спортом. Очень хорошее упражнение. Я это делаю в спортзале каждый раз. И вот так, и вот так, друзья. Кисти очень важны. Нужны у меня есть мозоли. Ты умеешь вот так делать? Нет, я даже никогда бы не стал пробовать. Вот так. Я уверена, что все с детства умеют разные делать трюки пальчиками. Именно вот это помогает тебе делать такие чудеса со слоеным тестом. Ой, пойду, пойду. Сейчас как у меня уже чешутся руки на самом деле. Но я вначале хочу тебя тоже привлечь. Потому что я заметила, что Женя блестяще всегда справляется с натиранием сыра. Пойдем. Ну, раз ничего другого мне доверить здесь в принципе нельзя, то да. Давай попробуем. Пока, Женя, ты у нас стажер в натирании даже сыра. К тесту я тебя пока не допускаю. Вон у нас сырочек. Нет, не сырочек, а терочка. Сыр у нас здесь. Так, нам нужна какая-то емкость, куда он будет падать. Сейчас я тебе все дам. Сейчас я тебе все дам. Слушай, а мука здесь тоже необходима. Можешь мне смело переставлять. Жень, ну что, что, ну найди сам, пожалуйста. Я уже разобрался. Разобрался. Разобрался, разобрался. Друзья, пиццы из слоеного теста, их настолько... Ну, в общем, я тебя остановлю. Стоп-слово нам нужно завести для натирания сыра. Ну, начни так, да. Делается мгновенно. Дети в восторге. Даже взрослые в восторге. Семья довольная. Вы даже, если успели прийти с работы, ну, уже совсем пост. Какой крупности должна быть эта шапнель? Вот эта, вот мелкая или крупная? Как тебе сказать? Вот даже во всяких этих ваших интернетах вот эту используют поверхность, эту или мелкую. Друзья, это не имеет никакого значения, потому что он будет плавиться в нашей голове. А, понятно, я думал, мы посовем в расцвет. Поэтому я тебе предлагаю что-нибудь... А уже я надеюсь, все. Правильно. Ты выбрал то, что натрет наш сыр быстрее. Я же пока примусь за раскатывание теста. Кто-то раскатывает тесто, кто-то нет. Это ваш выбор. Если его не раскатать, то площадь поверхности вашего блюда, она будет меньше, но пышнее. Вот если вы любите на толстом тесте пиццу, там, кальсоны, хачапури и прочее, тогда не раскатывайте. Я же это сделаю, потому что мне нужно накормить как можно больше наших сотрудников, которые очень любят программу «Есть Тодей». Надеюсь, вы сейчас смотрим прогноз погоды. Женя трет, я раскатываю. Друзья, это был прогноз погоды. А мы приветствуем всех, кто к нам присоединился к нашей уютной кухне. Доброе утро. Да, Ира, ты знаешь, вот буквально совсем недавно мы снимали очередную серию нашей рубрики «Арсеньев наследие в лесу». Погода хорошая была, Жень. Погода была очень теплая, но очень пасмурная, с таким туманом. В воздухе прям вот висело предчувствие снега, но его все не было. Мы хотели... Это я наколдовала. Да, мы хотели снять что-нибудь интересное про то, как медведь ложится спать в берлогу. И нам для этой цели нужен был герой. Так, и вы его? Мы его... Добыли? Нет, мы его не добыли. Следы нашли? Искали. Нашли, но не догнали. Не догнали. Не догнали. Пока шли за ним, мне вдруг вспомнилась одна очень интересная фраза, очень такая, что, мол, вы как ни старайтесь, вы от него никогда не догоните. И никогда от него не убежите. Поэтому мы, в общем-то, взялись за голову. До чего доводит ведение рубрики «Арсеньев наследие». Друзья, я напомню, Женя, у нас автор рубрики натуралистической. Он рассказывает о природе Приморского края через призму Арсеньева, цитаты, исследования и прочее-прочее интересное. Так что в ближайшем выпуске про медведя можно будет узнать. Верно? Да, как минимум, где он обосновывается, то есть какие виды берлог делает. Ну, во всяком случае, мы нашли только одну вот в дупле дерева, мы ее, как Маша из сказки, полностью вошли. Но там ничего не было такого, что можно было потрогать, и на чем можно было разместиться, и тем более, что можно было съесть. Но свои, так скажем, признаки, что мы здесь были, мы оставили. Медведю привет, поэтому он будет доволен. Надеюсь, его как раз не разозлит это, и он не станет вас преследовать. Правильно же говорят, что если медведь решил вас съесть, он вас съест. Да, но мы планируем еще раз туда прийти, убедиться, что ему это понравилось. Может быть, кстати, он как-то пойдет навстречу и рыкнет пару слов в качестве... Где в уссурийских лесах не стоит гулять, чтобы не встретиться с ним? Наверное, нигде. Ну, то есть, если прям нацелено встречу с ним... То есть, наши зрители должны понимать, что если вы... Ну, что, вот буквально там в каменушку ты выехал, уже может идти медведь? Конечно. Более-то, он там ходит, он там неоднократно отмечается, его видят сторожа, которые там охраняют эти... Божечки. Друзья, я напомню, что все продукты мы покупаем на рынке центральном. Всегда все очень свежее, и сегодня мы это докажем в очередной раз. Впереди короткая реклама. Очень скоро мы вернемся в студию, и у нас будет не только готовка, но еще и знакомство с удивительным человеком. Всем привет! В эфире программа «Есть Тудэй». Меня зовут Ирина Мигунова, и, как всегда, этот день вместе с нами встречает наш надежный друг и партнер – группа предприятий «Янта». Группа предприятий «Янта» – полезные продукты для всей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, «Янта» есть вкусно. Друзья, доброе утро, добрый день! В эфире «Есть Тудэй». Евгений Михайлов. Ирина Мигунова, мы вас приветствуем. Сегодня мы готовим мини-пиццы, и ждем в гости замечательного человека. Это музыкант. Я знаю, что он музыкант. Музыкант! Он у нас поэт. У него очень сильные слова. Исполнитель. Да, он настоящий творческий человек, который умеет подходить к музыке нестандартно, даже в рамках нашего города и края. Я бы еще добавила легенда, икона. В общем, эпитетов может быть очень много, но давайте уже его встречать. Это Сергей Кабанов. Заходите. Здравствуйте, Сергей Валентинович. Здравствуйте, Евгений. Как же долго мы ждали. Я хоть и в муке, но надо меня все равно озвать. Присаживайся, Сережа. Очень рады, очень-очень рады. Ну, взаимно-взаимно. Хочу угостить сегодня вкусненьким. Сосредоточусь на этом. А Женя пока будет пытать тебя, чтобы наши телезрители узнали тебя побольше. Хотя явно они узнали тебя в лицо. Слушай, ну сыро тебе уже вроде там... Сыро ты мне натер. Спасибо тебе большое. Мини-пиццы мы будем сегодня делать. Следите одним глазком, что я делаю. Мы будем следить. Да. Сергей Валентинович. Да ладно, мы заемем только лет друг друга. Что там скрывать? Знаете, вот сколько лет мы знакомы, и всегда вы... Вы вот в наших музыкальных кругах, я тоже являюсь представителем, вы всегда вот имеете такое вот... Как бы там информационное освещение человека, который всегда создает что-то интересное, новое, кому интересно приходить на концерт. Расскажите, как вам это вот удается и получается? Почему вы не мыслите стандартно? Вот человек выучил песенку, пришел, ее сыграл. Вечно вам нужно что-то над ней как-то интересно подумать. Евгений, ну, если честно, пока я входил в студию, я вот слышал все эти эпитеты в мой адрес. Я вообще подумал, что ты о каком-то другом человеке. Да нет, все заслужено. Ладно, ладно, не будем как технически. Ну, во-первых, на вопрос отвечаем. Я тебя давно знаю, и ты на самом деле сейчас немножко лукавишь. Ты такой же, как и я. Мне нравятся всегда какие-то интересные проекты. Это я точно знаю, от Втичаев, что мы с тобой уже миллион раз говорили. Нам же всегда интересен процесс именно творческий. Я не могу себя назвать музыкантом в полном мире. Я быстрее тольский человек, артист, наверное, больше и больше понимания этого слова. Вот, заметьте, у нас же бывает такая тема, мы с тобой сейчас разговариваем, что ты создаешь проект, идешь к нему, там, не знаю, тернии, что ты делаешь, знаешь, творческие скандалы, какие-то перепития, наконец-то получается. И как только он начинает давать нормальную работу, он становится скучным. Это правда, вы оба такие. Я сколько раз наблюдала за феерическим взрывом какого-нибудь проекта. Коллектив думал, вау, вот это да. Наконец-то можно показывать в любую сторону. Вот, да, Женю встречаю от кого. Все, я уже... Все, глаза потухли уже, понимаешь, абсолютно, абсолютно. Смотрю, Кабанов на сцене под другим названием. Да что это такое? Опять новый бэнд у человека. Сергей, тем не менее, был период в вашей жизни, когда вы занимались музыкой, как вы сами говорили, что это была прям работа, но это было очень давно. А правда ли, что были такие времена, когда музыкант мог вообще, в принципе, нигде не работать, о чем сейчас мечтают молодые, и зарабатывать только музыкой? Ну, в моей практике нет. Вот. Я не знаю, честно говоря. Вот, 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 как раз, если обращаться к молодым музыкантам, если ты хочешь, так сказать, заниматься музыкой для того, чтобы материально все устроить, то это, наверное, не туда больше. Ну, есть музыканты, наверное, в первой обойме, как говорится, которые зарабатывают приличные деньги, которые могут себе позволить. Тут реальные вещи. Хороший дом, хорошую машину, обучение своих детей там-то и там-то, ну, соображение прекрасных женщин и так далее. Но, как правило, это не туда. Если за деньгами, то не туда немножко. Но как же так? Тогда убивается вот мечта многих молодых, которые слушают музыку. Слушай, они мечтают, чтобы деньги заработать, в первую очередь, взять гитару в руки сейчас, как на что деньги зарабатывать? Ну, это до сих пор, это не истребиво. Даже у меня в каком-то смысле... Скорее славы хотят молодые. Они хотят славы, признания на первом этапе. И чтобы, конечно же, сыпая удалась вот эта вот бабочка. Нет, ну, если человек упертый, я скажу, ничего невозможного нет. Упрешься, если будешь, поставишь реальную цель. Но надо помнить, что это, знаешь, как любая вещь, любая профессия, требует огромного труда. Чтобы этого добиться, нужно просто пахать. И, возможно, ты это возможно достигнешь этого. И, между прочим, не гнушаться заработка, который некоторые творческие люди презирают. Нет, нет, нет. Как-то перед жующими. Абсолютно. Это твоя работа. Свадьбы, похороны. Все на свете брать. Нет, это твоя работа, ты должен играть. Чтобы научиться хорошо играть, нужно играть. Ну, там, петь, заниматься музыкой. Вариант, где это находится, знаешь, ну, честно говоря, для меня роли не играет. Я тебе скажу, я открою большой секрет, что, допустим, нельзя, наверное, на эти вещи говорить, но мне часто бывает и зал, как бы, не сильно на меня влияет. Мне важно, что создаётся сегодня на сцене. Вот на сцене, если получаешь кайф с этим музыкантами... Ты можешь абстрагировать от зала? Абсолютно. Вот это да. То есть бывают случаи, когда, ну, во-первых, в силу своего замечательного зрения я часто просто тупо не вижу. А то есть можно наделать черные очки, и ты уже получится... В домике. Да, в домике, да. А это может быть и лучше. Ты получаешь от зала от дачи просто в виде там... Ну, а на больших сценах тут скрывать нечего. Ты знаешь, когда на больших сцене ты просто тупо не видишь ничего. Да. Там освещение сцены, и там у тебя просто дальше чернота. И ты получаешь ответ от зала, ответ, когда там, ну, в лучшем случае аплодисменты, там что-то такое, ну, такого эмоционального. Прислушиваешься, аплодируешь. Да, значит, что-то там есть, и все ушли еще. Хорошо. Вот. А по поводу, вот, комфорта какого-то, но я всегда говорю это с теми людьми, с кем я работаю на сцене. То есть вариант, что там что-то, звук не такой, там людей не... Бывает такое. Ты ожидал, что будет полный зал, а он не полный. А эти люди, я же люблю, когда там мне хлопают все, после каждой письма. А тут что-то не хлопают. И хлопают, но не так, не так сильно, как бы мне хотелось. Там что-то там, вокалист, что-то там, слушайте, ну, ты пришел, получишь удовольствие. Если ты получаешь кайф на сцене, с музыкантами, вот с этой командой, какая-то на какой-то сцене, где ты стоишь на самом деле. Ну, для меня это так. Я ради удовольствия больше сюда прихожу. Это че, сейчас я совершенно, как бы, не лукавлю абсолютно. И также, для удовольствия выступаете, допустим, в филармонии, на каких-нибудь фестивалях. Вот, региональный джазовый или какой-то там, я вот сейчас не помню все его регалии, но тем не менее, международный джазовый фестиваль. Международный. Расскажите, пожалуйста, стиль, в котором ты играешь, потому что, ну, вдруг так случилось, что кто-то один среди наших телезрителей тебя не узнал и хочет узнать, о какой музыке-то вообще речь? Что любишь ты? Ну, тут вопрос такой простой и сложный. Я просто люблю любую хорошую музыку, сейчас я говорю. А исполняешь? Исполняю то, что, слава богу, у меня есть возможность играть то, что им мне нравится. Мне не нужно там подстраиваться под кого-то. Я делаю, ну, это вам знакомо, Евгений Валерьевич. Когда ты делаешь проект только потому, что он тебе нравится. И не важно, что ты в этот момент играешь. Так, проекты надо делать только потому, что он тебе нравится. а не потому, что там, вот я надеюсь, что он будет коммерчески успешен. Но это тоже, как бы, одно другое не исключает. Но, тем не менее, никто не давит тебе на горло и не вставляет там петь или играть, исполнять то-то, а это тебе, как бы, не очень нравится. Ну, давайте назовем хотя бы, джаз, фанк, ну, что-нибудь, слова вот эти вот, давайте скажем, определяющие хотя бы направление. Мы начинали и продолжаем иногда, и с удовольствием сейчас поиграл бы хороший, такой попсовый рок, с удовольствием, когда была команда, если вы помните, cover band D, замечательный состав, замечательные музыканты, там, я не знаю, стоит ли их перечислять, но тем не менее, мы все их знаем. Ну, мы их, во всяком случае, их знаем точно. Но сейчас нет такого проекта, потому что я бы с удовольствием, повторяю, поиграл бы и такую музыку, но она, как бы, для нее нужен хороший вокалист, такой, ну, фронтлайнер просто. Все меняется, сейчас под требования, наверное, со стороны зрителей, слушателей, немножко возросли, планка сильно поднялась, и все хотят видеть картинку такую, какую, не видят, включая телевизор, там, или ютуб. И скушенный зритель, да, да, уже вариант поставить там слова, вставить там текст, что-то там, подносит, пробонтать все песни, и получить, не работает уже. В общем, нужна фирма, даже в уссуниске. Правильно? и дело, вот опять-таки, с причем влево уходить, или вправо по векторам, вариант, знаете, нормальный для какого-то гор, говорит, ну это для уссуиска хорошо, нет такого понятия, не может быть. Не существует провинциальности, мистичковости, абсолютно. Типа неплохой повод для уссуиска, слушайте, он либо хороший, либо плохой. Он находишь, ты смотришь, сейчас тем более, есть куча информации в сетях, ты понимаешь, где ты находишься примерно хотя бы. Ну ты, конечно, ты не там, ну ты хотя бы стараешься, но нельзя в этом плане успокаиваться, говорить, слушайте, ну вот я же живу там, не знаю, продон, не хотел обидеть там, например, Корсаков, он живет в Корсакове, для Корсаковки сойдет. Не сойдет. Нигде не сойдет. Есть самоцензура. Самоцензура, совершенно верно. Самооценка, вот в этом плане. Такое, о чем, минувший международный джазовый фестиваль? Как же вас тут занесло? сначала мы говорят о стилях. Так вот, на фестивале я работал с командой, мы играли с командой Jazz Acoustic Project. Команда, такая, это оригинальная команда, она заявляла себя как исполнитель джипси джаза, ну там не совсем, на мой взгляд, джипси джаза. Это цыганский джаз. Да, там больше диксельян с запахом джипси джаза так получилось в итоге. Ох, матешные слова какие-то. Вот, состав очень интересный, состав посуществовал, и вот этот фестиваль был, по-моему, последний. Надеюсь, что был. Существование состава? Да, потому что, вот какие факты. Потому что лидер состава, человек, который организовал, сейчас, наконец-то уехал в другой город, не будет нас больше тревожить. А состав на самом деле уже был из разных городов. Это лучшая профессиональная характеристика для творческого человека. Наконец-то он ушел. Ну он такой живчик, что да, он не давал. Да, он покоя. На самом деле, проект был очень интересен в том плане, что он был там представителем из трех городов, на самом деле. Саша, этот Диченко, человек, который это все организовал, он тогда прилетел из Питера. Было два электричных обладовцев, и остальные, как ни странно, были уссурийцы. А вы обратили внимание, что уссурийск вот даже для Владивостока поставляет довольно много толковых мусульщиков? Абсолютно. Просто люди, многие не знают, что это реально уссурийцы. Да. А они уссурийцы, между теми. А при этом, когда они уже в уссурийск приезжают, они себя ведут уже ну так, некоторые так вот. Да мне кажется, они все на диванах. Все, знаете, есть диванный гитаризм, есть даже такой вот термин прячутся. Правильно? Попробуй сыщи. Раньше их называли, вот кто сидел на диване, на кухне, то есть это вот какие-то кухонные революции. То есть играют, да, а сейчас вроде бы как... Где брать людей, Сереж? Вот где брать людей? Мы вот даже с Женей придумали группу у себя, не можем гитариста найти. Слушайте, ну на самом деле огромная проблема, ну приходится тасовать, у них хорошая жизнь. Всегда хочется новый проект, начать с новыми людьми. Не потому что музыканты плохие или хорошие, а другое мировоззрение у людей, другие люди, другое понимание вообще всего и возможно, и пойти там, начать свежий проезд, проект без багажа, который был, хочется вот просто абстрагироваться от того состава, который у тебя был до этого. И болезни этого состава. Ну, и в том числе, но это не самое главное. Просто такое, что-то новое, оно должно быть искренне новое. А получается, люди невольно перетаскивают там, ну, стили. Начинают тянуть одеяло на свою сторону. Как уже было. И в итоге, получается, состав, он начинает поймать предыдущий. Поэтому это хотелось бы избежать. Брать музыкантов очень сложно. На самом деле, я помню варианты, когда я просто ходил на все фестивали, куда меня приглашали в качестве жюри. И ходил не столько, чтобы там покрасоваться, а хотел, ходил посмотреть, послушать, какого можно взять, отобрать кого-то. Отобрать кого-то. Потенциальных людей, которые могли бы без молодежи. Что там в культяпке у нас молодежь? Ходишь на их отчетники. Ну, иногда хожу, где-то в хорошие знакомые, хорошие там преподавательского состава и замечательные мои, я считаю, профессиональные музыканты, преподаватели. Я, бывает, прихожу туда, слушаю. Самородков находите оттуда и изымаете. Понимаешь? А найти мало. Пока мало. Пока мало. Друзья, у нас впереди короткая реклама, скоро продолжим нашу беседу, продолжим готовить. Не переключайтесь. Друзья, добрый день. У нас сегодня в студии замечательный гость Сергей Кабанов. Кстати, он когда-то прославился тем, что написал песню про уссуристов. Помнишь, что тут? И шумят тополя. Уссурист. Уссурист. Как это случилось? Радостных лиц. Уссурист была такая. Так она не просто была. Она каждый день, день города, каждый год. Почему, собственно говоря, вот откуда? А это простое, совершенно простое. Какой-то был период, когда мы работали в другом городе, поехали там работать на полгода и вернулись через 7 лет. И я вернулся в этот город, в свой родной город Уссурист. И выяснилось, что это другой город почему-то через 7 лет. Там другие музыканты, тогда же был период, уже команды живые исчезли почему-то, внезапно почему. Я пришел, уже везде работают ребята под минус. Написано, живая музыка, но приедет человек под минус. И мне уже захотелось, идиотская идея, собрать все как-то в кучу под каким-то, не знаю, по ностальгии что ли. Это был просто способ собрать, а тут еще горит, ну, день города скоро, давайте что-нибудь там. Вокалистов, в основном там же все мои товарищи и друзья как бы поют. И посмотреть, то в доме батя. Да нет, ну зачем так? Ну хотя чуть-чуть было такое, да. Напомнили себе, да. Да-да-да, тут Ир, ну там что? Простите. Хотел бы, конечно, ну... Ладно, не посмотрите, показать. Песня получила свой отплик. Я в армии служил в Хабаровске, ее там напевали солдаты-срочники, когда говорят, а нас отправляют в Уссурийск. Да. И сразу. Уссурий, это радостных лиц. Вокалистов, конечно, было много, кто ее перепевал. Чуть ли не каждый год. И ты тоже ее пел. Да, были концерты, где нужно было, ну нельзя было, как бы это самое, привести в весь этот кучу народа и нужно было спеть эту песню. И поэтому просто делали дживагу, и я пью просто один ее. Ну был такой момент. А после нее сразу смолкнулся. Безусловно. И до нее, кстати, тоже. А, и до нее. Обравление. Пурпурное обравление песни про Топар. Там же самое интересное в этой песне было, не то, как она написана, а как она записывалась. Там вообще, ну это в следующий раз. На коленке? Ну признаки. Не, 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 это на коленке, это одно. Ты представляешь, можешь написать, это настолько исполнительное в этой песне. А все это происходило у Валеры Калина дома в однокомнатной квартире. А привезти нельзя было. И деживил человек на машине, который вот один отпел, он садил в машину, ехал за другим, привозил другого. Тут же вызывали. Раньше же не было компьютера. Это же... Ну нет, что-то было там же. Что-то на... Ну компьютер какой был? В общем, все равно приходилось. Хор хохлов не сделаешь, как у нас есть выражение хохлова? Причем там все сейчас была локальная группа Журавушка даже, я бы не знаю, помню. Там много человек еще и чуть ли не быть збойнистом. Друзья, я кладу последнюю партию, а вы посмотрите нашу книжную рубрику, которую подготовила Анна Клыг, называется «Совсем обозрела». Наверное, все знают историю про деревянного мальчика Пиноккио, но с которого рос стоило только немножечко соврать. Так вот, сегодня, 24 ноября, почти 200 лет назад родился Карло Колоди, автор книжки про Бойкова мальчишку. Давайте поближе познакомимся с ними в рубрике «Совсем обозрела». Карло Колоди, итальянский писатель и журналист, известный прежде всего своей сказкой «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», которую опубликовали в 1881 году. Произведение стало классическим образцом мировой детской литературы. Историю перевели на 87 языков. На русском сказка впервые вышла в 1906 году. Имя Пиноккио происходит от итальянских слов «сосна» и «глаз». По сюжету столяру попадается необычное говорящее бревно. Мастер не в силах что-то из него изготовить и решает подарить его другу. Тот и делает из куска древесины маленького мальчика. Прямо скажем, в оригинале история не очень похожа на детскую. Критики сходятся в одном. В основе библейские мотивы, где сам Пиноккио блудный сын. Он многократно ошибается, а потом пытается вернуться на путь истинный. И нос, который растет от лжи, тоже символ греха. История очень поучительная. Если привередливый, будешь голодным. Ленивый останешься бедным. Не будешь учиться, не распознаешь обман. Не послушаешь родителей, пропадешь. И еще много уроков преподает жизнь по ходу развития сюжета. Сам мальчик понимает свои промахи, но то и дело снова совершает ошибки. Вместе с тем сердце у паренька доброе. Это и выручает. За искренность и любовь персонаж в ответ получает помощь. В итоге Пиноккио перерождается. Из деревянной куклы становится живым человеком. Но в России больше известен другой деревянный мальчик Буратино. Главный персонаж сказки Алексея Толстого. Автор взялся за переделку оригинала и достаточно далеко от него ушел. Итальянские реалии заменил российскими, использовал наши пословицы и поговорки, а еще сильно изменил сюжет. Каких-то персонажей выкинул, других наоборот добавил. Нос у нашего мальчика не растет. Но и человеком в конце Буратино все-таки не становится. Да ему и не надо. Но это уже совсем другая история. Раньше я думала, что книги похожи, но оказалось, что вообще нет. И ребенку я бы все-таки дала почитать про нашего Буратино, озорного и общительного. А итальянского Пиноккио интересно полистать уже во взрослом возрасте с исторической и литературной точки зрения. Но в нашей библиотеке обе истории популярны среди маленьких читателей. У меня на сегодня все. Встретимся через неделю. Друзья, возвращаемся к нам в студию. Зампахи уже не обращайте внимания на бардак. Сейчас приберусь в Сереже Кабанове. Это не слоеное ли тесто наше любимое пахнет? Конечно, конечно. Наконец-то поеду слоеное тесто. Я обещаю, будет очень вкусно. Сережа, я же на запах пришел на самом деле. Хочу вот какой вопрос спросить. Мы его задаем каждому музыканту, который приходит к нам в гости. Что первично? Кавер исполнения или свое авторское? Точнее, сочинение, да? Потому что, объясняю, на каверах быстренько отточил чужое, украл, переиграл, выступил, деньги собрал, аплодисменты тоже. А свое попробуй-ка, во-первых, сочини, запиши, выступи еще, чтобы зашло публике. Это сложно, это легко. Где ошибка, где противоречие, что ты об этом думаешь? Ну смотри, я же не гуру, я скажу только как лично я думаю. Твоем мнение. Возможно, оно ошибочно. Сразу предупреждаю. Смотри, для меня, напустим, большой разницы нет в этом плане. Для меня кавер, который называемый кавер, когда говорит кавер, и вот часто бывает, я хочу поискать интересный вариант кавера в сетях, а это просто, извините, хреновое исполнение оригинала. Ну, переигрывание. Ну, просто там нет кавера. Кавера тогда человек подумал и творчески вот так же к своей песне он сделал. Обработал ее. Сделал. И часто бывает в истории... Как трибьют, нет? Или трибьют, это есть? Наоборот. Вот, кстати, и часто бывает хороший кавер популярнее становится в истории таких миллионов вариантов, когда хороший кавер популярнее становится, чем оригинал. Катя, да. Назарик Лапхард сразу вот пришло на ум. Ну, поэтому... Sweet dreams. Да, да. Лимбиски behind your eyes сразу упор. Поэтому это первое. Второе. Ну, для того, чтобы интересно сделать свой материал, ну, ты должен как школу, по-любому, на мой взгляд, перековырить кого-то, переиграть кого-то до того момента. Вариант, что я родился такой оригинальный, сейчас что-то сделаю, но я таких вариантов не знаю. Получается, не очень хорошо. Человек думает, что он такой, а он не такой. Потому что, ну, как в любую школу... Ну, он только в его вселенной такой. Да, ну, маме нравится. Он говорит, меня слушает, мама, бабушка, вот там, в лучшем случае, если жена, то жена, там, они мне аплодируют. Но это не факт, что-то хорошо. Для этого нужно пройти школу, а это тоже ковер. Поэтому тут, если у тебя замечательно получаются свои песни, ну, делай, ты уверен, что ты будешь пробивайся, пробьешься стопудово. Бей в одну точку, и рано или поздно тебя кто-то услышит. Но для этого мало просто показать, там, повторяю, там, домашний, только ковера и никогда не играют. Какие ковера? Это означает, что они вот немножко не дают... Какие ковера? Если есть, повторяюсь уже, если это интересно и переработаем, это их авторские ковера, которые, ну, просто, ну, шедевральные, что не песня, то вообще я не узнаю, это прекрасно сделано, то это да. Если это просто взята песня и спета, и называется ковер, только потому, что я ее пою не как оригинал, просто не хватает профессионализма, там, играю чуть кривовато, это не ковер. Не авторская, Простите, не вовсе. Какое исполнение, простите, оригинал, вот и все. Друзья, у нас впереди рубрика «Есть мнение», мы опросили покупателей рынка центрального об их любви к продуктам, а мы скоро вернемся и начнем уже пробовать. Всем привет, с вами ежедневная рубрика «Есть мнение». Хурма – это род субтропических и тропических деревьев и кустарников. Они доживают до 500 лет. И у некоторых их видов плоды съедобны. Мы сейчас с вами узнаем у посетителей торгового комплекса «Центральный», как они думают, чем полезна хурма. Хурма тоже у них полезна, я люблю этот. Она хорошо и для женского здоровья, и для желудка. Это все очень полезно. Полезно, конечно, для сердца, для печени, это я все знаю. Это очень, да. Не знаю. Я ее не ем. И не понимаю. Хурма, ну, во-первых, она очень вкусная. Во-вторых, я так думаю, что она очень полезна для организма. Я знаю, что она очень полезная хурма. Ее многие любят. Я ее очень сильно люблю. Но она, вот этот ее вяжущий эффект, и, конечно, у кого больной желудок, ну, наверное, не очень хорошо. А так, я считаю, что она всем полезна. Мы благодарим торговый комплекс «Центральный» за помощь в организации съемки. Друзья, вот и завершилась наша программа. Я напоминаю, что у нас Сергей Кабанов был в гостях. Музыкант, а точнее, артист. Автор разнообразный жар. Песни про наш город и про его тополя. Поболтали, посмеялись, надо и поесть. Сережа, я старалась. Сейчас попробуем, Ирочка. Девчон с тебя, давай. А, с меня? Самый красивый кусочек. Сережа, я беру. Рубуйте, пробуйте. Я даже привычный, поэтому. Закормлюсь, в смысле? Он не просто так любит мою слоеную выпечку. А тесто слоеное? Соус итальянский. Абсолютно. Отлично. С базиликом. Вы чувствуете? Чувствуете вот это все? Да. Выглядит очень просто. Сейчас почувствую. Но всем советую делать с томатной пастой. Есть свежее базло, нарубите туда. Нет сушеного, добавьте орегано, и у вас внезапно будет итальянский вкус пиццы. Вкусно. Не так сложно, главное, я тебе смотрел. Так это 10 минут. Ты дыдыщ, и все. Тут охотничьи колбаски и сыр, и все, друзья, больше ничего. Дети оценят, а мы будем прощаться. Волшебница просто. Будем доедать после как того, как выключатся камеры. Правильно? Да, друзья, а вам мы желаем хорошего настроения, вкусного, у кого сейчас обед, обеда, ужина, вот, и увидимся в следующий раз. Будет очень много классных рецептов. Всем пока. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин